Здравствуйте, уважаемые друзья, вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов. Сегодня мы будем рассматривать, что у нас в этом году зашло, в 2022 году, что нам не удалось с семенами справиться, с какими семенами не удалось. Рассмотрим то, какие сеянцы у нас зашли, и как себя чувствуют сходы сеянцев и сам сеянец того, что мы посеяли в этом году. Ну вот здесь у нас посеяна была писта, писта кавказская, то есть Нордмана, она была посеяна, но видно с хранением я что-то намудрил, она была, семена были влажные, а я уже не подсушив их, отправил на хранение, и поэтому сходов ноль, сходов практически ноль, не практически, а вообще ничего нету, ничего не взошло, ну ничего страшного, я не переживаю, грядка хорошая, на следующий год засеется, и будет все прекрасно, чем-то засеется, я не знаю, опять пистой, потому что тут у нас писта, вот я хочу полностью этот отдел киневика сделать пистой, ну здесь писточка у нас двухлетка, вот здесь трехлетка, поэтому я не переживаю, ну неудачи тоже бывают, как вы видите, а всходы у нас будут, всходы, сейчас мы пойдем и посмотрим всходы ели, ну вот всходы ели, всходы ели у нас ель взошла очень хорошо, я считаю, довольно таки приятно смотреть на это все, посев был в конце мая, по поводу как сеть, как готовить грунт, все есть на нашем канале, вы можете это все найти, ель голубая, ель колючая, однолетка, в принципе все удачно, все хорошо, схожесть очень хорошая по семенам, по семенам, ну прекрасно, в общем семена довольно таки хорошую схожесть показали, и мне кажется даже схоже где-то процентов 80, вот как я сеял, то есть тут вопросов с этим нету, вот здесь у нас в этом теневике единственная грядка, где взошли семена ели, и то что мы сеяли в этом теневике, в следующем, во втором теневике, мы там уже уже построили две грядки, в них засеяли тую и сосну, ну я хотел вот линейку взял посмотреть, вот однолетка, просто сколько она у нас по высоте берется вот отсюда 3 сантиметра, но ей всего три месяца, даже два с половиной, ей еще расти и в ноябре она будет очень набитая, хорошая, как набитая, высокая уже где-то примерно вот такая, но уже очень крепкий сеяний будет, очень крепкий, ему уже не страшны морозы, единственное, чтобы не раздавило снегом, мы накрываем вот гидроизоляцией, ну сюда еще доски пойдут, чтобы снегом это все не раздавило, ну теперь наверное пойдем в другой теневик, посмотрим, что у нас там с посевами сосны и с посевом туи, колумны и туи-брабант, шланги у нас валяются, ну ничего страшного в этом нет, так что у нас тут, так ну пропалывали буквально вот неделю назад и было все нормально, а сейчас уже травка наросла, ну руками мы все это делаем, поэтому не очень, это сеяние сосны, сосна всегда сходит очень хорошо, очень приятно на это все зрелище смотреть, единственный минус ее при таком плотном посеве, не дать ей переувлажнения почвы и очень любит она те дни, когда на улице очень высокая влажность, она может поймать черную ножку и тогда все это может полить, но в этом году у нас очень засушливое лето, поэтому поливаем все сами и прекрасно все она себя чувствует, уже ей черная ножка не страшна, сосна всегда, еще раз повторю, сходит хорошо, единственный минус в том, что вот это тот самый момент, когда после того как она взойдет, не вздумайте ее сильно заливать, а если дожди укрывайте, лучше полив производить самому и все делать самому, поэтому и очень аккуратно, я ее не поливал где-то неделю, я так прыскал чуть-чуть и все, здесь все сухо было, это сейчас она уже заливается очень хорошо, когда уже довольно таки хорошая, хороший у них стволик, она себя чувствует прекрасно и так рукой проводишь, она как сетина, уже довольно крепкое дерево, стволики сосны должны покоричневеть, ну по размеру она 5 сантиметров, но она до октября месяца еще должна выбить другую почку, не знаю будем продавать однолетку, не будем, может быть весной, когда она наберет всю силу и сок, тогда можно будет продавать, в принципе садится, рассаживается очень хорошо и приживается тоже очень хорошо однолетка, но это будем думать, решать, может быть оставим до двух лет, ну а здесь у нас, здесь у нас, если можете видеть, вы ничего не увидите, потому как тут еще травки много, а на самом деле тут у нас зашла туя, ну зашла не очень много, ее зашло, ну потому что мы немного сеяли, семян было немного, но зашло столько, сколько посеяли, можно видеть, вот она она, совсем маленькая, ей тоже два, два с половиной месяца, где-то так и она довольно таки хорошо, себя чувствую, но это туя колумна, но там ее довольно таки много, это несмотря на то, что она редко взошла, но когда ей будет пару лет, то ее тут будет очень много, а тут у нас туя брабант, практически до года, до двух лет, они ничем не отличаются, если так по семенам смотрите, по семенам, ну по семенам там есть различия, конечно, но брабант практически не отличаются от колумны, однолеткой, однолетка может и колумна и брабант быть одинаковые, а двухлеткой уже большое различие идет, даже полтора года, ну все растения считаются по летам, если два лета растения, то есть два периода вегетации прошло, то значит она двухлетка, хотя на самом деле ей может быть полтора года, если строго по месяцам, по дням считать, ну схожесть тоже хорошая, брабант растет хорошо, ну я раньше его не так сильно съел, а сейчас довольно таки все хорошо, на этом все, всего доброго, с вами был Евгений Филимонов, и вы были на канале Питомниках военной дворе, всем удачи, спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok